Ты в 2014 году получила грант от Соединённых Штатов Америки как молодой учёный. Сан-Франциско, наверное, это самый лучший город в Соединённых Штатах. А почему? Там проблема с питанием. Вот именно действительно много людей с ожирением. В Германии самая лучшая медицина. Люди на улицах, если к ним обращаешься на английском языке, могли, в общем-то, ну просто не ответить тебе. Что это, если не приглашение на переедьте к нам? Я уж не знаю. Как же я брошу там родную страну, дом родителей? Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Обычно мои гости — это иностранцы, которые родились и выросли за границей, но выбрали для себя жизнь здесь, в России. Но сегодня у меня не обычный гость. Эта девушка могла бы работать в Америке или Европе, но осталась в России для того, чтобы развивать медицину здесь. Ольга Алешина — врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук. В 2014-м получила в Америке престижную медицинскую премию как молодой ученый. Стажировалась в Германии и США. Между путешествиями успела покорить Эльбрус и прыгнуть с парашютом. Могла бы переехать за границу и построить карьеру там, но слишком любит Россию. Оля, добрый день. Добрый день. Спасибо, что сегодня приехала ко мне в студию. Спасибо, спасибо за приглашение. Ты на самом деле не самый обычный гость, такой неформатный даже скорее, я бы сказала, моей программы, но у тебя очень интересная история. Хочу начать с главного. Многие наши соотечественники, многие россияне хотят уехать за границу. Особенно хотят уехать жить в США. А ты в 2014-м году получила грант от Соединенных Штатов Америки как молодой ученый. То есть, по моим ощущениям, это не то чтобы прям грин-карта, но как минимум виза талантов точно. Почему ты туда не переехала? Ну, во-первых, если честно, у меня не было восприятия, что меня позвали именно переехать туда. То есть, для меня тогда это было такое больше научное достижение. Я была аспирантом, это была моя научная работа. И мне, конечно, в первую очередь было безумно приятно, что, в принципе, меня услышали, увидели, поняли, оценили. То есть, вот это сам был такой момент успеха. И, в общем-то, если честно, не было мыслей, что это что-то могло значить. Но это, на самом деле, дало сил и энергии развиваться дальше и продолжить свои научные всякие исследования. И это был стимул. Поэтому тогда просто не возникло мысли, что нужно там уехать. Хотя самое интересное, что тогда это был город Сан-Франциско. Он меня тогда действительно поразил. И сейчас, если честно, считаю, что Сан-Франциско, наверное, это самый лучший город в Соединенных Штатах. Хотя сейчас я могу уже сказать, потому что много чего там увидела и в каких Штатах, и прочее. Но он совершенно необычный, сам по себе, и вот понравился по энергетике. Но, может быть, просто потому, что вот это было связано с таким неким успехом для меня тогда. А что это было за открытие такое? Это было, на самом деле, небольшое исследование научное, в котором я доказала, что даже, ну, если на простом языке сказать, не медицинском, что даже при, скажем, небольшом поражении костного мозга, при лимфомах, это как бы такой фактор неблагоприятного прогноза. И это был, в принципе, известный фактор, но вот именно таким методом никогда до этого не оценивали. Поэтому, скажем так, взгляд с немного другой стороны. И я знаю, что потом, буквально через год, на этой же конференции появился такой же постер на эту же тему уже китайских ученых, то есть они, видимо, параллельно со мной вели такие же разработки, и это было, на самом деле, очень интересно, что не только мы этим заботились, но мы были первые, кто это опубликовали. И в том же 2014-м, насколько я понимаю, ты поехала на стажировку в Германию. Не появилось желание остаться там жить? Ну, честно, опять же, то есть меня отправили туда именно от центра нашего, это очень важно, и меня, в общем-то, отправили, ну, с определенными целями, да, какие-то посмотреть, как это там происходит, что там особенного. Это, в принципе, был особенный центр, потому что там уже применялись некоторые препараты, которые только приходили к нам, и было интересно очень посмотреть, как они на практике работают. И второй момент, там была методика, когда вот более пожилым, скажем так, людям, возможно, было проведение аллогенной трансплантации костного мозга, и то есть вот эти методики, как им это удается, это было очень интересно. И в этом плане мне было очень хорошо. Ну, вообще, Германия — это не та страна, в которой я хотела бы жить. Само вот просто, вот, скажем, бытовое ощущение, вот, в Германии мне вообще не нравилось. То есть я жила в городе Лейпциг, и город в выходные, он просто, ну, наверное, не очень красиво сказать, что умирал, но как минимум засыпал или замирал, это точно. То есть, ну, я жила на окраине Лейпцига, то есть я снимала там апартаменты, тоже, на самом деле, очень интересный, такой необычный стиль, то есть это такие домики небольшие, вот, с отдельным входом, по типу гостиничных, но это не гостиница, вот, в таком представлении, домики. И мне каждое утро приносили завтрак, знаете, в таком вот стиле, вот, немецком, даже, скажем, деревенском, там, в кувшинчике, там, хлебушек в корзиночке накрыт. То есть вот это была некая романтика, мне это, конечно, безумно нравилось, потому что это необычно, но все остальное, то есть город засыпал, магазины не работали, то есть чтобы, ну, у меня была такая развлекуха, выходные, чтобы прогуляться и вообще посмотреть Голлард, можно было идти буквально в два места. Первое — это вокзал, где работали все кафе, как бы это ни было странно. И второе место, я очень люблю музыку, и Лейпциг — это известный город Иоганн-Себастьян-Бах, и там как раз его концерты часто играли, и вот в воскресенье можно было пойти туда, потому что фактически это там единственное развлечение. Вот так я очень активный человек, мне нужно было что-то делать, и, конечно, вот такой заснувший город в выходные, ну, это для меня было некомфортно. Оль, а как вообще вот та стажировка в Германии повлияла на твое мировоззрение, если она повлияла, конечно? Ну, в профессиональном, на самом деле, плане мне она много дала. Еще, знаете, вот вообще, в принципе, вот такой выезд в другую страну, ощущение себя, скажем так, не совсем в привычных таких домашних условиях, он на самом деле, мне кажется, что дает стимул. Другая страна, язык. Люди все очень разные. На самом деле, вот такая особенность, именно в Германии ее увидел, хотя я много где была по миру, но вот именно там люди на улицах, если к ним обращаешься на английском языке, могли, в общем-то, ну, просто не ответить тебе, хотя я уверена, что большинство европейцев знают хорошо английский язык, то есть для них это такое, наверное, что если ты не на немецком, то можешь с тобой не общаться. Но вот в профессиональном плане мне дало, конечно, это опыт, и дало ощущение, что, в принципе, вот как житель нашей страны, мы можем на одном уровне с коллегами общаться, и это доступно. В 2017 году тебе звонят прямиком из посольства Соединенных Штатов Америки и предлагают, насколько я понимаю, пройти некую стажировку в Америке. Что это, если не приглашение на переедьте к нам, я уж не знаю. Да, на самом деле, опять вопрос, почему я согласилась, потому что мне интересно, мне вообще очень много чего интересно. У меня еще, я расскажу, что до этого, на самом деле, я опять фактически не переехала чуть ли в Германию, это было совсем интересно. В общем-то, я была молодым врачом на дежурстве, дежурила я много, и я вдруг просто вот на дежурстве, спать нельзя, ну, читала интернет, и вдруг случайно натыкаюсь на объявление, что происходит программа обмена врачей, то есть нужны врачи в Германии, и проходит некий конкурс-отбор. Ну, и мне просто стало интересно, я заполнила анкету, после этого интересная анкета, мне пришла анкета, что нужно пройти тест, мне это очень понравилось, он был больше, если честно, такой на IQ, я думала, что что-то будет медицинское, и мне хотелось оценить свои силы, как я. Ну, я его прошла и, в общем-то, забыла, и вдруг через некоторое время мне приходит письмо, что я прошла дальше, этап отборочный, и что вот-вот, и, в общем, ну, естественно, мне стало интересно, я пошла дальше. И самое интересное, что я прошла все этапы, и действительно, передо мной, в общем-то, открылось не просто предложение там какое-то, а можно было уехать в Германию, и один мой коллега, в общем-то, уехал по этой программе, он действительно сейчас работает и живет в Германии, то есть она предполагала изучение языка, и в дальнейшем вот именно стажировка и уже трудоустройство, не просто уехать. Вот. И тогда я тоже не поехала. На самом деле меня даже, ну, то есть я прошла все, я поняла, что мои силы оценили, и я могу, но я не захотела уезжать из страны. А почему? Нашлось много но. Я даже не найду одну причину, почему. Но вот я для себя нашла много но. Нужно доделать мою научную работу, ну, как же я брошу там родную страну, дом, родителей, свой институт, который меня растит. И вот эти все но, они меня остановили. Но в Америку стажироваться ты поехала в 2017. Да, и вот повторная история, то есть мне действительно это раздался после «Белого дня» звонок, представься, да, вот это из посольства. Мне сказали, что, ну, некий кто-то дал по мне информацию, что я могла бы поучаствовать в этой программе, обмен опытом. Эта программа имела именно программа женского здоровья. То есть тоже, что меня, конечно, удивило, опять же, потому что я гематолог, я больше именно заболеванием крови занимаюсь, а тут женское здоровье. Но, в принципе, женское здоровье — это, в принципе, такое, много что можно сюда. Но, конечно, мне стало интересно, и я решила согласиться. Вот, и было собеседование. Человек приехал из посольства сотрудника ко мне на работу, он посмотрел, где я работаю, чем я занимаюсь. Вот, и, в общем-то, после этого, да, мы оформили часть каких-то документов, и я поехала. То есть для меня вообще, в принципе, это был такой перформанс. То есть я никогда бы не поверила, что это возможно, если бы не оказалось в этой ситуации, честно. Вот. Программа была долгая, то есть полтора месяца. У нас было порядка 20 человек из разных стран. Это было очень интересно. То есть там были и из Малой Азии, и из Японии, то есть с разных континентов даже люди. А ты, я так понимаю, ты была единственная русская? Я была единственная русская. Они тебя о чем-то спрашивали? О каких-то стереотипах, не знаю, мифах, клише? Ну, это все совпало с таким достаточно тяжелым временем, когда вокруг России было много новостей, это все обсуждалось, и, конечно, мне тоже многие спрашивали. Но очень дружелюбно скажу о том, что не было какой-то конфликтной ситуации. И больше скажу, вот я видела, что ко мне какой-то даже повышенный, скорее, интерес. Вот. Вот. И не знаю, может быть, это мой личный характер такой, или вот потому что Россия там. Но я видела, что я являюсь таким, знаете, каким-то лидером группы, потому что я даже если хотела куда-то уединиться и пойти, допустим, что-то посмотреть, за мной все время кто-то шел. Вот. Это такая удивительная вещь. Но я это отмечала. Оль, ты знаешь, не только в Америке много стереотипов о нас, но также и у нас, у россиян, много разных клише по поводу американцев. И мы решили узнать у простых людей на улице, что они думают об Америке. Ну, собственно, мы записали это. Я хочу тебе это показать. Ты посмотри и скажи, что правда, а что миф по своему личному опыту. Ну, США, наверное, в первую очередь. С фастфудом у меня ассоциируется с каким-то. Ну, еда там говно. Можно, да, такое говорить? Вот, еда говно, вот знаю. Многие люди, которые бывают, что питаться там очень сложно, и что еда не очень вкусная. Люди у них страдают ожирением, так как питаются в основном фастфудом. Культ какой-то, наверное, все-таки. Вот этот вот фастфудный хот-доги, сосиски, Макдональдс и прочие вещи, пепси-пола. И это с детства у них как-то больше принято употреблять. Без стереотипов, наверное, то, что американцы почему-то ходят в своих домах в обуви. Дизайн американского флага придумал 11-летний подросток. По сериалам я видел то, что у них, мол, важнее, чем паспорт, номер страховки. Они никому его не рассказывают, потому что очень много от этого зависит. Особенно медицина, потому что без страховки у них будет выходить очень дорогое лечение. Медицина у них дорогостоящая. Не знаю насчет качества этой медицины, но нужно купить страховку, и обычный обыватель не может воспользоваться медицинскими услугами. В чем другие, но они, наверное, не такие все-таки, как мы. Немножко как-то скрытные, может быть. Ну, в общем-то, многое действительно правда. Для меня, на самом деле, один из важных факторов, который я отметила, и действительно это подчеркнула, для меня это даже было больше удивлений, потому что я думала, что действительно может быть сериал или фильмы. Но действительно, мне тоже сложилось ощущение, что там проблема с питанием. Вот именно действительно много людей с ожирением. И когда я оказалась в обычном супермаркете, для меня тоже было удивление, когда я увидела на кассе людей, которые подходили с огромными тележками, и эти тележки были заполнены просто бидонами. Это даже, наверное, не пятилитровые, а какие-то восьмилитровые бидоны просто с газировкой. Причем оно такое, знаете, розового цвета, какого-то оранжевого, то есть совершенно дикого. То есть даже по виду было понятно, что вот, ну, это не совсем такое съедобное. То есть вот большое количество газировки, очень много различного фастфуда. Опять же, где-то покушать, если это такая некая здоровая пища, там, салат или еще что-то, это очень дорого. То есть если фастфуд, он доступен и пожалуйста, сколько хочешь, то уже такие более, казалось бы, блюда простые, там, салат, листья, что-то там какие-то, это уже, ну, дороже на порядок. Поэтому, в общем-то, это действительно большая проблема для Соединенных Штатов, я считаю. По поводу медицинной доступности, она на самом деле доступна. Все правильно было отмечено, что там большое значение иметь страховка. И действительно, если даже человеку там плохо, у него в кармане всегда с собой где-то вот эта страховка, потому что ему не будут иначе даже помощь, по сути, оказывать без страховки. Это действительно так. Оль, ну, раз мы уже начали сравнивать Россию и Америку, предлагаю продолжить эту тему. И мне кажется, вот тема здравоохранения и медицины, она такая достаточно интересная. Вернусь к твоей стажировке. Насколько я понимаю, вы с группой объехали много медицинских учреждений. И мне вот интересно, расскажи, пожалуйста, про разницу в подходе, именно в лечении. Есть она или нет между Россией и Америкой? На самом деле, разницы вот такой подходов совершенно нет. Многие стандарты, рекомендации и прочие, они, в общем-то, сопоставимы. И мы в медицине, как и в Соединенных Штатах, как и в Европе, на самом деле, опираемся на одно и то же. Очень много исследований, которые проводятся в разных странах, в том числе и в нашей стране, и наши ученые также публикуются, и на основании всех этих данных формируются некие рекомендации, которые, в общем-то, в современном мире, стандартные рекомендации, им следуют все врачи во всем мире. То есть, например, терапия в России, теми даже заболеваниями, которыми я занимаюсь, она абсолютно сопоставима с тем, что делают в Европе. Бывает, конечно, такое, что вообще в плане онкологии, например, Соединенные Штаты являются лидером по разработке. То есть большинство именно, ну, скажем так, лабораторий, фармкомпаний, где разрабатываются препараты, одни из самых крупных фармкомпаний, они находятся в Соединенных Штатах. И, конечно, большинство клинических исследований, вот таких новаторских, очень много происходит там. И уже только потом, по всему миру, и в том числе мы раньше очень активно принимали участие в клинических исследованиях, в том числе международных, имели возможность принять участие и получить эти препараты. Но что вот крайне важным является, что когда методика показывает свою эффективность, она все равно внедряется во все страны мира, и тут нет никакой политики. И это очень важно, что самый эффективный метод, он все равно дойдет до пациентов во всем мире. Оль, а правильно ли я понимаю, что США являются лидерами, в том числе по сбору статистических данных, только потому, может быть, не только, но как минимум потому, что у них идет само финансирование идет по-другому. То есть если, грубо говоря, у нас в большей степени это финансируется государством, то у них финансируется бизнесом. Или я что-то неправильно понимаю? Ну, на самом деле, если вот пойти к истокам онкологии, так и сложилось. То есть почему, ну, на мой взгляд, и так, я думаю, многие считают, почему именно США вот таким лидером является, потому что в свое время, в общем-то, это случилось там более ста лет назад, и это было связано в том числе с противотабачной акцией, и тогда не государство финансировало вообще начало такой противоонкологической борьбы. То есть как раз-таки инвесторы, крупные бизнесмены, и на самом деле население народа было обращено внимание на такую проблему, которая появилась, как онкология, с которой было понятно, что нужно что-то делать и бороться. И вот люди и компании крупные вкладывали в это средство в развитие, в поиск вот этих средств борьбы с онкологией. И в том числе и как раз, как бы это ни казалось, как истатистически, да, это именно табачные предприятия, да, казалось бы, такой доказанный, единственный доказанный фактор риска, да. То есть вот они вот таким образом свое вложение сделали в развитие как раз-таки онкологии. А это вложение или какая-то пиар-акция все-таки? Я думаю, что это вложение. Я не думаю, что это... Отмыть свою совесть. В каком-то смысле, видимо, да. Или карму там, как это говорится. Но вот тем не менее, это было двигательным прогрессом такого. И вот с тех пор, в общем-то, есть даже центры, которые полностью не коммерческие и не бюджетные, то есть которые инвестиции идут. И более того, мне кажется, что это достаточно приносит много, и в том числе и дохода, потому что это крайне активно развивающаяся сфера медицины. И в онкологии, на самом деле, больше всего, мне кажется, зарегистрированных препаратов за последнее время. И там действительно идет бурный прогресс. И вот даже 10 лет назад та терапия некоторых заболеваний сейчас, она отличается грандиозно. И эффективность, конечно, лечения. А почему в России нет такой системы? Или она есть, но в каком-то скрытом виде? Тут мне, если честно, очень сложно сказать. Ну, у нас больше все, конечно, покрывается бюджетными средствами, и очень много государственных программ, которые гранты, в том числе и российского научного фонда, которые как раз-таки развивают. И у нас, на самом деле, сейчас появляется достаточно много и благотворительных фондов, которые уже поняли, что не только адресная помощь конкретному человеку в конкретной ситуации, с конкретным препаратом, а что и развитие онкологии, это тоже очень перспективно. Поэтому я думаю, что у нас, я думаю, что тоже в какой-то мере это есть, но в будущем, я думаю, будет больше этого понимания. Ты знаешь, есть у нас в стране какое-то вообще, мне кажется, общее мнение, что в СССР всегда забивали на свое здоровье. Ну, знаешь, из разряда, там, вот, моя бабушка, пока, что называется, совсем до крайнего ситуация не дойдет, она никогда не пойдет ко врачу. На твой взгляд, вот, ситуация с сегодняшней Россией, она меняется, то есть люди меняют свое отношение к здоровью? Ну, во-первых, мне хотелось бы про СССР чуть-чуть сказать. На самом деле, вот наша система диспансеризации, что тогда существовала, она крайне эффективна. И я думаю, ну, мое мнение, что мы в скором времени к ней вернемся. И как раз-таки вот эти сейчас очень модным словом, это чекапы называется и прочее, по сути, это то, что из Советского Союза. Поэтому было много, я считаю, что очень полезного. Действительно, мне кажется, сейчас стало вот в России, во всяком случае, больше информационного поля, если так можно сказать. То есть люди просто стали больше знать. С одной стороны, это вселило в том числе и больше страхов, потому что люди стали слышать больше про онкологию, видеть там в телевизоре, что мы собираем там деньги на трансплантацию. Да, сейчас фактически никого уже не пугает это слово, и примерно все понимают, что это такое хотя бы за процесс эти слова. Очень много информации. И с одной стороны страхи, а с другой стороны это порождает как раз-таки и, в принципе, на это и нацелено в какой-то степени ознакомление, что людям нужно заниматься своим здоровьем. И мне кажется, вот сейчас как раз такая эра, скажем так, каждый заботится о своем здоровье, заботится о питании, думает вот о будущем. И я считаю, что это очень правильно. А в США тоже так происходит? Люди там тоже так заботятся о своем здоровье? Или все как-то по-другому? Ну, на самом деле информации там тоже много, и информационное поле, оно такое же активное. И, например, то, что еще есть, что вот в те годы как раз я увидела в США, у них очень развитая вообще система, скажем так, некой взаимопомощи, например, пациентов. У них очень много пациентских организаций. Есть такое понятие, например, как равные консультанты, которые вот к нам только-только приходят в некоторых сферах, вот в том числе в онкологии, например, в ВИЧ-инфекции. Это очень активное движение равных консультантов. И это крайне важно, когда вот человек, который, допустим, перенес, переболел или знает об этом, может поделиться там своим опытом терапии и, ну, в конце концов, даже просто на своем уровне, скажем, поддержать человека, который попал вот в какую-то такую ситуацию, да, и просто боится, и просто не знает, что с этим делать. И это крайне важно. Вот в Соединенных Штатах уже в те годы я видела, что такие организации имеют большое значение, их много, и люди вот этим пользуются. У нас вот как раз-таки, мне кажется, очень много каких-то психологических факторов о том, что люди боятся рассказывать, в какой-то степени делиться, опять же, говорить, что он там болел. У нас как-то это не принято, наверное, так. Вот. Там, в общем-то, я не видела этих ограничений. Какая-то ментальная такая, скорее, история. А если вот взять Германию, у нас есть, не знаю, стереотипы-то или нет, что в Германии самая лучшая медицина. Ты узнала систему здравоохранения изнутри. Это вообще так или нет? Лучшая она или нет? Ну, как я говорила, то есть, на самом деле, подходы к терапии, в терапии, вот основные заболевания, оно ничем не отличается. Абсолютно те же самые. Поэтому сказать, что она лучше или хуже, может быть, она в какой-то степени более доступна за счет того, что Россия очень большая страна, и, например, есть население совсем небольшое, да, и они живут, например, очень далеко от каких-то крупных клинических научных центров. Да, и вот такая отдаленность, она имеет вот свое значение на самом деле. Но, тем не менее, например, вот к нам в центр приезжают из таких городов, как Надым и прочее, то есть это доступно. Но, конечно, людям вот оттуда добраться до такой, допустим, узкоспециализированной помощи, конечно, тяжелее. Мне кажется, вот с этим тоже связаны некоторые проблемы, но не с уровня, там, скажем, в общем, медицины, не с уровнем специалистов. Оль, хочу поговорить с тобой немного о твоей работе. Ты все-таки делаешь, ну, на мой взгляд, очень большое дело. По крайней мере, ты стала первой, ты стала инициатором во время ковида, насколько я понимаю, для составления некого регистра для гематологических заболеваний или заболевших. Объясни, пожалуйста, для чего вообще это нужно? Ну, когда это все начиналось, в марте, да, когда было уже объявлено, что это все пандемия, у многих людей, на самом деле, на тот момент был страх. И что дальше? Даже у обычных людей был страх. А как не заболеть? А что будет? А что будет с моими, там, родственниками? В моей голове тоже были какие-то страхи. И в том числе мы видели, что наши больные, они в зоне риска. То есть для них каждая инфекция, это инфекция, которая может быть, скажем так, которая может быть ургентной, летальной и прочее. Конечно, такая страшная инфекция, она пугала вот в плане наших пациентов. И мы ожидали, что могут быть много потерь, вот совершенно не связанных с лечением, да, с заболеванием, а именно связанных с этой инфекцией. И уже на первых, скажем так, порах стало понятно, что нам нужно что-то делать в этом плане, чтобы понять, а что потом. Мы видели, что с учетом вот такой инфекции многие люди боялись, и, в принципе, в клиниках во многих были предприняты меры, что меньше посещать лечебные учреждения, потому что как раз там люди часто заражались, потому что туда приходили заболевшие, и там могли инфицироваться. И были эти ограничения. И это тоже, на самом деле, могло приводить к тому, что люди не получали лечения или просто не обращались, тоже могло. И тогда, конечно, вот встал вопрос, что мы должны как-то это зафиксировать, чтобы потом разобраться, вот имея вот этот весь, скажем так, всю эту информацию, чтобы потом сделать выводы. И, в общем-то, уже с июня, то есть буквально через несколько месяцев, мы запустили большую электронную систему, в которую мы разослали информацию по регионам, по нашим коллегам. И спасибо большое тем компаниям, которые нас поддержали, то есть компания, например, Enrolme, которая просто предоставила нам эту электронную систему, чтобы туда можно было вводить совершенно бесплатно. И уже с 1 июня 2020 года этот проект был запущен. И целью его было, конечно, понять, что происходит с нашими больными гематологическими, потому что для них инфекция любая, на самом деле, это опасное состояние. Было уже сразу, на самом деле, понятно, что это очень важно, потому что это отвечало на такие вопросы, а действительно ли это вообще важно для наших больных. И мы отметили, что действительно летальность наших пациентов с гематологией, она десятикратно превышала те показатели, которые были просто в общей популяции, среди которой тоже были, конечно же, люди с какими-то заболеваниями, но тем не менее эти показатели были настолько выше. И, конечно, нам это дало и много других выводов. Как лечить? Когда можно действительно делать какие-то перерывы? Действительно так или страшно, что всё-таки инфекция тоже бывает разная? И самое важное, что за это время, на самом деле, очень быстро, опять же, здесь вот в плане медицины, хочется сказать, что так быстро вакцины и препараты специфические, ну, наверное, на практике никогда не разрабатывались. Буквально за вот эти 2-3 года было разработано действительно и препараты для профилактики, и для лечения, что сейчас вот крайне важно. Поэтому всё, что тогда делалось, это принесло свои плоды. Это реально круто, на мой взгляд, но у меня как бы параллельный вопрос. А раньше никто не задумывался о том, что нужно такие регистры создавать? Или почему их не было? Почему за этим не смотрит никто? Регистры на самом деле создаются, но просто, опять же, нет какой-то такой государственной программы, нету там, не было какого-то госзадания, там, соберитесь и собирайте эти данные. Может быть, в какой-то степени это было бы крайне важно, но, наверное, скажем откровенно, в тот момент у государства и так было много проблем, и я думаю, что в какой-то степени эти данные собирались. Но тут же очень важно, что есть вот такие подгруппы, для которых это действительно имеет свои вопросы. То, что вот в глобальном смысле очень сложно оценить. Взять больных с гематологией, ну, даже там с онкогематологией, даже среди онкологии, это там седьмое-восьмое место, то есть есть более значимое, более частые, где еще больше людей в это вовлечено. И поэтому, мне кажется, здесь вот задача именно таких специалистов узких, специализированных, потому что, например, естественно, гематологи, они больше понимают задачи, какие цели, какие поставить, чем просто там, например, Министерство здравоохранения, которое в общем и целом, конечно, я уверена, что имеет эти данные. А конкретно твоей команде что дало разработка вот этой системы? Ну, мы получили действительно данные, вот в том числе и о летальности, мы получили данные о тяжести, о тех факторах, которые могут способствовать как раз-таки повышенной летальности. Мы поняли, что в какие-то моменты эту инфекцию не нужно бояться, нужно продолжать химиотерапию. Мы поняли, наоборот, что какой категории больных не нужно продолжать и какую терапию. То есть мы на самом деле нашли вот подходы к ведению, скажем так, общему вот этих пациентов. Конечно, это крайне важно. Ну и плюс, как я и сказала, что за это время еще появились препараты, которые, в общем-то, позволили тоже эффективно лечить ее. А правильно ли я понимаю, что благодаря этой системе вы смогли разработать какую-то профилактику для самых уязвеленных групп? Ну, наше исследование показало, на самом деле, очень важный факт, что наши пациенты, несмотря на то, что большинство из них имеют иммунодефициты, и казалось, что как раз-таки после перенесенной инфекции у них может не сформироваться иммунитет, и они могут повторно еще раз заражаться и заражаться. Действительно, такие случаи были. И мы как раз смогли выделить этих пациентов. Да, и когда появился препарат, как раз-таки разработанный для профилактики, мы поняли, кому именно его нужно применять, потому что не всем пациентам нужно его применять. За это время были разработаны также, например, вакцины, и они высокоэффективны. И опять же, вот исследований наши и наших зарубежных коллег на самом деле очень интересно, что параллельно с нами и в Соединенных Штатах был запущен такой же регистр, и европейский регистр. И наши данные, они были практически цифра в цифру, то есть абсолютно сопоставимы. Еще раз к тому, что наука, она, в общем-то, распространяется, и когда это реальные данные, они такие. Ну, у нас на самом деле применяются все современные технологии в настоящее время, как я и говорила. Сейчас, если говорить про гематологию, вот прям таким инновационным методом терапии, например, является один из подвидов в клеточной терапии. И клеточной терапии вообще уже тоже больше 60 лет, как она начала применяться. Трансплантация, например, костного мозга, это есть, по сути, клеточная терапия. Но сейчас появился новый метод клеточной терапии, так называемый карте-клеточная терапия, когда к собственным лимфоцитам пациента с помощью молекулярных методик им, скажем так, присоединяют некий маркер, который способен вот свои лимфоциты пациента обучить, чтобы он находил опухоль, да? То есть это все звучит несколько вот так фантастически. Очень, да. Да, но на самом деле это уже реальность, и это происходит, и это делается. Но у нас такого пока не делается. И у нас такое тоже делается. Да, то есть в настоящее время мы пока не применяем, скажем так, широко это в клинике, но во многих наших научных центрах идут разработки, которые направлены на то, чтобы вот эта терапия, она была максимум эффективна и минимум токсична. А что она может дать человеку, вот если простыми словами сказать? Это может человеку дать на самом деле полностью излечение без химиотерапии в некоторых ситуациях, особенно вот в ситуациях, когда есть рецидив или рефрактерная форма заболевания. То есть это как раз самая уязвимая группа пациентов, и это действительно может привести в большом количестве случаев просто к полному выздоровлению. Но при этом, знаешь, есть информационное поле, в котором мы постоянно слышим информацию о том, что практически все фармкомпании у нас иностранные, у нас нет своего сырья, у нас ничего нет, все западное. Это вообще так? Или все-таки нам есть на что надеяться? Нам есть на что надеяться. И, знаете, знаешь, когда развивается какая-то тяжелая ситуация, человек — такое существо, которое всегда находит еще выходы. И, скажем так, какие-то кризисы, они всегда еще являются большим толчком к развитию. И вот мне кажется, мы сейчас вот находимся как раз в таком времени. Я думаю, что не за горами и это происходит, что таких компаний будет российских больше, а они на самом деле есть, которые разрабатывают препараты, которые внедряют новые методики. Поэтому я думаю, что у нас бурное развитие впереди. Ой, я очень на это надеюсь на самом деле. Оль, хотел с тобой поговорить немного о личном. Если я правильно поняла, то когда ты была в Америке, ты еще была незамужней девушкой. Абсолютно. Ну, наверное, общалась так или иначе с парнями. Ну, мне просто интересно. Отличаются мужчины в Америке и в России? Как тебе кажется? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, все люди на самом деле одинаковые, нет каких-то таких барьеров. Ну, я, во всяком случае, не заметила каких-то различий. Мои, например, подруги, все как одна говорят, что американцев приходится, ну, те, кто замужем, да, американцами или встречаются с ними, все как одна говорят, их нужно приучать, что если ты пришел с женщиной в ресторан, никаких счет пополам, ты платишь. Ну, такие, да, такие нюансы есть, конечно. То есть, ну, это в целом менталитет. И в Соединенных Штатах, и в Европе, на самом деле, примерно то же самое. То есть, мне кажется, как раз наоборот, скорее в России есть такое, что вот женщина, там, уважение, да, вот такое, что за ней нужно именно ухаживать, вот в том числе и платить. То есть, вот, в принципе, в европейских странах США такого нет. А ты к этому спокойно относишься? Да. Ну, ты знаешь, я скажу тебе честно, мне все равно до конца непонятно. Красивая, молодая, суперуспешная. Мы все понимаем, за границей таким людям платят, ну, давай честно, в разы наверняка больше. И ты все равно, и тебя приглашают, просто из посольства звонят, и ты все равно остаешься в России. Почему? Ну, что вот это такое? Это любовь. Ну, я не знаю, нужно любить свою страну. Мне кажется, это такой яркий пример какого-то, знаешь, патриотизма, потому что, ну, я говорю, обычный человек, ну, ты сама, наверное, знаешь, что большинство людей в России, очень много, скажем, может, не большинство, окей. Ну, мне кажется, люди разные, конечно. Ну, я действительно, ну, я люблю, я никогда не ставила перед собой цель, что мне нужно уехать. Здесь, наверное, еще такое. Мне всегда очень интересно, и я всегда с огромным удовольствием путешествую, причем это делаю много. Мне действительно интересно, мне интересно общаться с людьми. Ну, вот как-то жить мне никогда не хотелось где-то еще, кроме России. А как ты считаешь, русские люди отличаются от иностранцев? Мне кажется, да. Мне кажется, мы более открытые. У меня есть три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готова? Да. Три главных качества русской души? Открытость. Честность. Ну, мне кажется, еще яркость. Три вещи в России, которые бы ты хотела изменить? Ничего. Мы очень уникальная страна, поэтому, мне кажется, здесь вот если что-то изменить, все будет по-другому. Это неправильно. Что русскому не хватает для счастья? Ну, в какой-то степени, мне кажется, немножко свободы. Во всех смыслах этого слова. Свободы своих представлений, свободы... Свободы. Спасибо тебе большое, Оль, за то, что ты делаешь для нашей страны. Спасибо, что ты не уехала. Мне кажется, это прям дорогого стоит. Спасибо, что пригласили. Было очень интересно. Спасибо. А я напомню, это был проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем и очень часто прислушаемся к вашему мнению. Но главное помните, хорошо там, где мы есть. Субтитры создавал DimaTorzok